мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске я уж не ну не выдержал я думал я вот приедем сейчас на хайк и оттуда начну новый выпуск нам ехать еще 47 минут 57 километров но просто такая красота проезжаем но нельзя не снимать нельзя вот просто проехать мимо и не поделиться вот этой вот красотой вот океан непосредственно едем вдоль вдоль береговой линии такие водопады такие долины снежные шапки такие горы просто я проезжали церковь ортодокс прям настоящая православная церковь луковка православный крест просто где-то так вдоль дороги стояла нам тут дорогу перекрыли там видимо что-то случилось сейчас навстречу машины машинка пожрать я вам скажу 22 22,4 мили на галлон то бишь получается 10,6 литров на 100 километров притом у этой машины она не полноприводная у нее только передний привод я если честно в шоке 10 с половиной литров у нее минимум шестерка под капотом это факт ну тип и 6 скоростей поэтому так много жрет но я думаю что вот прям расход подходит под 8 литров но v8 с шестью скоростями да не в жизнь сейчас приедем я обязательно капот задеру да и мы глянем туда че у нее там ну v6 я ставлю на v6 около четырех литров мотор v6 4 литра и да тогда получается ну вот как я и думал v6 35 литра но я ставил на 4 литра его 6 ну да потому что в горочку чуть на газ нажал она просто побежала эта машинка то есть до v8 нет у них стандартные шестерки v-образные и три с половиной литра а потом еще по лошадкам посмотрим гуглить надо мы приехали путешествовать а не гуглить да я прям доволен флексом ест много но мы хрен с ним сидеть бензин дорогой доллар за литр но все познается в сравнении для меня как для европейца доллар за литр это ты далеко не по-божески это прям вообще по-райски знаете что в машине самое главное машине самая главная безопасность так вот если ты сломался то обязательно надо включить аварийку чтобы никто в тебя не въехал не покалечил себя тебя не покалечил и все такое но вот чтобы это сделать когда сломался должна быть огромная кнопка аварийки куда ты просто раз нажал и все смотрите размер этого треугольничка я первый раз такое вижу это что они издеваются ваша говорит это потому что машина большая и красная с далека видно такое уродство и ее реально тяжело не заметить здорово мужик но вот это это же я я в шоке первый раз такое вижу городок хонокаа вайпио вайпио будет через 10 километров 0 конкретно хонокаа здесь киндергартен начальная школа вот только проезжали прям цивилизация но ни одного магазина нету маша истерика у нее у нее реально этот как его называет никогда передоз а когда недодоз как это называется нехватка у нее в крови фруктовой жидкости вот кто это петушечки уйти курочки и петушочки крикошечка рыжая смотри вот сидит сидит на она на петушечков охотиться до погодка погодка огонь 23 градуса уже и посмотрите самое главное не витринки вот мы сколько были на гавайях дважды в прошлые разы тоже по неделе где-то время проводили на разных островах ни одного дня из всех там 10-15 дней которые мы провели до этого на гавайях ни одного дня не было чтобы не было ветра ветер был всегда вопрос только насколько он сильный был бывало слабенький бывало прям мы посад и видели мы охренели конечно это серьезно это не мистраль но все-таки посад это тоже серьезно так вот здесь первый раз такой вообще ветра нет гладь воды деревья ничего не шевелится это же круто она сдалека это увидела вы просто посмотрите вон там драгон фрукт манго апельсины бананы папайя все там кокос нет не хочу иди покупай сейчас поедем дальше боже как жарко ой собачка какая марусь апельсины мандарины киви собачка какая и собачка иди сюда песик прикольно вот для чего мачета нифигасе вот сейчас маруси кокос отрубит пум-пум-пум вот так вот так вот так все сейчас продырявит чем-нибудь буравчиком каким-нибудь трубочку вставит фруктовую тарелку продает только вместе с кокосом так что маруси выбора нет приходится с кокосом покупать пока маруси фрукты режет она допивает кокос покажи кокос сейчас она допьет и потом нам его разделывают и мы мякоть собой заберем я уже чуть-чуть отчипнул да вкусный кокос просто огонь свежий но пошел кокосик разделываться маруси допила сейчас нам его у кокос успел там половина кокоса может ты чё понял туда весь кокос и не нужен это же этот кусок кокоса пойдет во фруктовую нарезку тоже грамотно не делать мы тебе просто фруктов не продадим мы продадим вместе с кокосом потому что кокос тоже во фруктовую нарезку идет ну блин там он пол кокоса лежит жалко же офигеть ну ладно он все равно калорийный калорийный я все равно много не съем все сели ехали флекс блин не ну тут ландо просто огромный я до сих пор в шоке внутри сидишь как в танке собачка тащится носик лапы закинула кверху прекрасно жизнь прекрасно ребята вы просто посмотрите какая красота какая прелесть вау нифига себе и сколько такая радость стоит без кокосик мочи это сколько марвис 35 это я говорю что цены низкие здесь сколько у меня два доллара только в кошельке офигеть у нас реально наличка 35 баксов нам снять надо 35 долларов маша бы в жизни это не купила все такие деньги нашлись новые фрукты которые маруся не ела из всей этой тарелки она говорит ела только кокос ананас и мандарин это непонятно как мандарин остальное это все для нее новое так что в магазин заедем накупим поехали осталось пять минут короче пока она женщина бедная от это все настругала кто-то до нас заказал потом нам потратили мы в общей сложности здесь не только 35 баксов а еще 20 минут нашего времени но благо ой как запах вкусный какой она очень я не хочу не не буду не буду кушать ладно погнали на хайк еще переобулись и поехали маруса фруктовую нарезочку собой как я уже говорил около 7 километровый хайк спускаемся к океану там гуляем и поднимаемся наверх сейчас вот отсюда вот будет видна вся долина куда нам собственно говоря идти надо ветра по-прежнему нет 25 градусов и это походу не предел только из машины вылезли там так комфортно кондер работал у меня вспотел лоб ну соответственно хайковские ботиночки у обоих но них или наш себе смотрите первый раз за третье посещение гавайи не волнинки не витринки ничего это лучшая погода которую мы успели застать офигеть и мы сейчас вон туда спускаемся сейчас оттуда я покажу куда мы идем вау вот это да черный пляж вон туда вниз идем как то вот так вот леском вот вот это вот все обходить туда снизу спуститься может шорты взять собой искупаться хотя мы еще наплаваемся кстати большую часть пути это вот такой вот спуск по асфальту потом в конце пойдет судя по людям они немножко под задолбались обратно идти в горку но я чувствую просто уклон уклон ребят но градусов 45 а той а то и больше очень крутой уклон действительно ё-моё ну да обратно будет жестко идти по мне лучше бы по земле по ступенькам ой я сейчас колено убью марусь пока мы вниз дойдем я сейчас убью колено пока вниз дойдем но это на первой скорости а иначе он не поползет в эту горку ёшкин кот вот здесь вот с двухлитровым мотором даже 2 и 5 делать не хрен 3 3 и 5 4 7 литров вот для чего нужны в америке траки фух не ну flex трех с половиной литровый он бы зашел такому и мой аут бы хорошо зашел что там v6 как говорится american power слышишь шум волн вон тех красота красотища боже мой вода какая сейчас солнышко будет светить она просто бирюзовая а сюда на машине нельзя заезжать было бы клёво прям туда к пляжу подъехал фу как он надымил этот внедорожник который проехал фу было бы круто на машине туда подъехал посмотрел потому что это не хайк это не знаю просто убивание коле колен по такой дороге идти вниз вон люди гуськом пошли купаться фуф футболку снимаю сначала через минуту на мне насквозь промокнет кто там едет баги полярис ну да самое то я весь липкий как жарко боже мой просто нереально жарко а виды какие вы просто посмотрите вон туда кайф обалденчик просто боже мой короче спуск на протяжении километра и 300 метров а амплитуда высоты 400 метров это жестоко я просто спускаюсь понимаю что будет когда мы будем подниматься вверх маруся говорит будет работать по пути наверх там сильно под ноги смотреть не надо боже мой кстати да мару сегодня с утра работала как я уже говорил она проснулась в 5 а я пол седьмого на полтора часа у нее митинг был и сегодня у них 10 вечера 5 митинг прелесть гавайев то есть она и на штаты может с утречка отработать и на синглой на европу может с утра отработать плюс штаты и вечером может на сингапур отработать вообще прелесть гавайи в этом плане сейчас я переосмыслил концепцию то мы думали переехать сюда на пару месяцев пожить на у маруси с работы вообще реально геморрой вы представляете да ей придется работать два в три ночи и потом еще под вечер в 11 то есть ночью она работать работала бы а днем бы спала он то есть и не для путешествий но не знаю нет нет мы думали как-то куда может свалить на пару месяцев да но так как маруся привязана к европе и к азии они с америкой работает только это не вариант а было бы неплохо пожить парочку собачки а хозяин на машине аллаха вот он этот чувак который первый меня вот так вот сделал них вот это означает типа привет аллаха моем понимании вот это означает один из бывших американских президентов типа bush конечно буду наливай вот а у них это привык кайф какой ну или я тебе позвоню на крайняк или или давай бухнем вот смотрите все под побежал все спуск сделали да ух я-то только спуск был так сюда да направо по моему я думаю да банан где где покажи банана на 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 нет не хочу это чей-то банан а хотя нет он до забора растет но нет все равно они зеленые еще фух потом подниматься будет намного жестче погнали теперь прямая дорога до самого океана ну такой небольшой спуск нифига себе там субурбан пытается сюда въехать по его юзом катит нифига себе отойди в сторону шеви проедет нифига царапать я вижу то у него посадка небольшая на же городской это же лакшери лакшери с и субурбан ну конечно это бы это кстати наш флекс не меньших размеров ну чуть поменьше окей чем субурбан но все-таки вот посадка такая же не фига ты видела камень прилетел поджигает не камень это вот это это вот маленький кокосик обалдеть нет посадку этого чуть повыше чем у флекса всяко разное а вот смотри тут вообще же как он проехал почему мы не проехали а понятно смотри вот если бы у нас был мустанг вот я про эту дорогу говорю мы бы здесь не вообще бы не прошли даже если бы прошли мы бы в этой луже встали а так для гавайев нужен внедорожник однозначно и лучше всего рубикон джип вот на гранях и flex пойдет хотя нет не пойдет поняту передний привод вот для моего out это идеальная дорога я бы просто кайфовал дубы колдуны это дубы вот это вот похоже то здесь не может быть дубов откуда что это она это этот цветок гавайский вот вот самая идеальная машинка для этих мест это сахара рубикон не здесь идем я здесь вот такой вот вранглер алоха спорт вранглер йод к вот у нас такой был прошлый раз самое то крыса вот а это не крыса это этот куница хорек да ну не непонятно кто это сейчас я а блин связи нет я хотел загуглить что это за белка это но это субурбан но это субурбана один фиг да да это он же а чё он заехал выехал вам раз тестирует машины наверно типа пойдет не пойдет какая грязь на после дождей ботинки хайковские так что потопали здесь на лошадях катаются по ходу да кстати когда в америке принято штатах конкретно стоял только что знак что это приватная территория и ты можешь пройти можешь все что угодно делать но учти там нет охранника который следит но типа этот спасатели малибу с красным буйком который такой качок бегает вот его там нет по моему соответственно тоже и грилит нельзя на баги туда проезжать нельзя купаться только под собственной ответственности короче делай что хочешь но в разумных пределах с пляжем вообще буду показывать дорогу и разглагольствовать вот но смотри будь осторожен типа если ты утонул то сам теперь по поводу дорогу вспомнил мы когда спускались на уаху сверху где лестница в небо вот мы по такой же жижи шли и офигевали а сейчас я вспомнил как мы шли кто в теме что если ты туда поднимешься и тебя поймают это стоит 1000 долларов там снизу шериф стоит и местные жители помогают но отсылка к прошлому выпуску посмотрите это просто нереально мы туда поднимались и чего мы не знали мы знали на какой риск мы идем мы знали что если нас поймает мы заплатим с каждого по 1000 долларов но чего мы не догадывались это не на одном сайте нет об этом никто никогда не говорит потому что для американца все просто тебя поймали заплатил 1000 долларов хорошо а для нас марусь это была бы депортация так что если вы не американец хотите еще когда-нибудь посещать штаты или если вы здесь живете не планируете что вас выгонят нехрен туда на эту лесенку идти мы реально так рисковали если бы нас поймали все на этом бы вся все приключение закончилось нас бы депортировали соответственно маша не могла бы здесь работать и оба уволили и и все и ищи новую работу и новое место жительства так что в европе да ну да конкретно в европе так как нам ну да мы граждане евросоюза то есть выбирай любую страну ищи и работай на самом деле я думаю если бы мы знали мы бы туда не полезли но не думаю я уверен мы бы не полезли просто туда или бы мы поднялись по легальному маршруту и спускались бы обратно как поднялись но не по лесенке так что очень печально и прискорбно это узнавать после того как ты это сделал ветерок с океана только он нифига не освежащий потому что сейчас 25 градусов вода 24 градуса то есть представляете да на вас такой 25 градусный ветерок дует ой ну чё пришли вот он океан вот он океан вот это видите все надписи что можно что нельзя то есть купайся твои проблемы утонешь сам дурак от это волна вау а вон серфер вау подожди маша не как-то проехали же сюда я не думаю что это местные все приехали там значит был как-то аксесс для и туристов а я думаю только четыре на четыре его собачка пропала смотри какая лос-дог ее запа зовут как можно собаку назвать запа зипа бы назвали их фух вау вон они серферы а хотя да все машины я смотрю все или пикап или внедорожники которые привезли с собой серфы то есть ну мало туристов серфами катаются значит это местные которые живут это их пляж они приехали здесь серфят наслаждаются жизнью доску загрузил поехал домой все жизни получилось вот как то так ну да это однозначно все местные кстати чё чувак ставил у него серф на пополам переломанный нифига себе его куда-то об камень кинула что просто серф поломать пополам вот река с горы стекает пресная вода вот она прям в океанчик входит так здесь моста я не вижу а здесь его нет мороз мелко но а вот люди переходят они разуваются и по колено переходит ой я не пойду ты пойдешь да там даже такой же пляж здесь потусим и потом все это время вверх сколько мы потратили пока сюда дошли около часа меньше год сейчас я посмотрю машина вот это туристы а возможно они пешком пришли год окей не ну я не против пешком пройтись и зачем я понял да то что обсудили что за такой за такое нарушение на гавайях просто могут депортировать просто депортировать из всех штатов не просто вам запретят на гавайи въезд а просто выгонят из штатов и все на самом деле не люблю океан трогать потому что потом руки соленые но так как тут пресная вода вот течет потом я сразу и помою девушка уже плещется кстати русской наружности вода да боже ж ты мой марусь теплая через два часа будем купаться это уже будет следующем выпуске она период забегу с дельфинами они просто тут у берега плавают если повезет то ты будешь купаться они к тебе приплывут если не повезет соответственно не приплывут но у нас таких купаний запланировано очень-очень много так что я подводный gopro забыл но в следующий раз возьму водичка огонь здесь прям соленая пошел я пресную попробую на вкус вот типичный говорит смотрите самый настоящий вот он который здесь живет так пресная водичка оба реально пресная кайф какой кстати она прохладней я бы сказал если вода где-то 24-25 градусов то это вода градуса 22 ой какая же все-таки прелесть ну чё сейчас я думаю если мы спускались минут 40 подниматься будем ну около часа так что поехали наверх лошадка пришла у тебя есть яблочко она даже не съела сажал лошадка лошадочка какая клёвая лошадка иди сюда я тебя поглажу привет лошадочка лошадка я тебя подойду поглажу можно можно тебя погладить поглажу тебя ну ну не бойся машина едет да я поглажу пока она не приехала ой еди красавица какая-то красотулечка красавица реснички до глазки добрый-добрый я глазки добрый у тебя только ты мне не легнешь нет хорошая какая прелесть вот такая яма как с этим справляется вранглер даем и по боку клиренс сантиметров 40 ему реально по боку ну здесь дорога окей тут моя вот возьмет но все же я бы прям в натяжку если бы залез то это было бы в натяжку а он вообще просто на легком расслабонщике это реально легкий расслабонщик смотрите что вытворяет и пошел 45 градусную горку так ну что началась горка запомните это лицо где-то на середине я моя харя опять всплывет с выражением обреченности и потом под конец опять будете лицезреть мое личико только она будет радостная потому что убитая но радостная потому что я это сделал еще не время видеть обреченность на моем лице просто хотел показать и повторить человека сегодня с пяти до пол седьмого митинг был вот она идет в и работает кстати отвечая на имейлы так что звонок был и в 10 вечера опять будет митинг ну вон я вижу конец по сути но это кажется что так легко мне это вдвойне тяжелее чем я бы это сделал скажем месяц назад когда у нас прям активный trip хайков был я же реально уже с месяц не хайкал работа дом котятки работа поиски квартир крыш тут знак стоит вот машина явно не местные туристы не знаю почему они заехали на свой страх и риск видимо вот здесь машина должна остановиться и пока она не покинет горизонт вон тот сверху стоит на том знаке не может спускаться вниз спуск настолько крутой не вовремя батарейка села хотел сказать смотрите никакой обреченности только весь мокрый и горка адская но по мне намного легче чем вниз идти тем более с моими коленями треть прошли хорошо мне показалось мы большую часть прошли нету абсолютно нет я говорю я могу еще идти идти да ладно еще сколько полмили прошли еще полмили то есть 800 метров вверх спина просто пот течет мы идем идем бодрым шагом кашни энергичный рысью но все же бодрым шагом боже как красиво очень нереальнейший пейзаж вспотел еще больше также по-прежнему вверх-вверх и только вверх так вот на протяжении всего пути птички поют красиво солнце вышло стало активно печь вот этот поворот вот конец там машина стоит когда мы спускались у женщины здесь обреченность была на лице нарисована не наблюдаю у себя такого сейчас прямой наводкой в магазин воды надо купить вода кончилась там аж одну бутылку покупала на заправке вот сейчас зайдем магазин воду взять я пиво возьму на вечер наш фруктов дешевых купить такой план и на пляж купаться с дельфинами дай бог они приплывут сегодня вот и машина а вот собственно говоря въезд для местных он от ляж где мы были так что сейчас почитаем что на этом знаке написано реально только для местных не ну я прям очень рад что мы пешком прогулялись ибо на машине каждый может он наша машинка а здесь да только четыре на четыре они написано что можно любому только на внедорожники и трафик который едет вниз должен ждать тех кто поднимается наверх то есть он для всех мы очень рад что мы прошли с пешком как я уже до этого сказал так что ребятушки целую всех пузико ставьте лайки подписывайтесь коментите мы погнали следующий выпуск